Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередная программа разговора о медицине и ее ведущий доктор Смирнов. Тема сегодняшней программы – репродуктивное здоровье современных женщин и репродуктивный потенциал современных женщин. Сегодня на студии Эдуард Олегович Соломянный, это главный специалист-гинеколог нашего Министерства здравоохранения Ульяновской области. Здравствуйте, Эдуард Олегович. Здравствуйте, добрый день. Виталий Олегович, тема такая очень интересная. Вообще, по статистике, когда при опросе респондентов около 90% женщин сказали, что когда мы захотим иметь детей, тогда они у нас и будут, как говорится, тогда и родим. Тем не менее, около 75% человек вообще ни разу в жизни не обращались даже по поводу своего репродуктивного статуса, репродуктивного здоровья к специалистам. Но, тем не менее, каждая пятая семья в России бесплодная, если уж говорить откровенно. Вот давайте поэтому на эти другие вопросы с вами поговорим, какие-то ответы найдем. Вот тогда мой первый вопрос, Эдуард Олегович, что такое репродуктивное здоровье и что на него влияет? Может быть, это наследственность, может быть, это образ жизни или вредные привычки, или всё это вместе, или генетика. Ну, как вот это? Что это влияет? Ну, вообще, давайте начнём с того, что такое здоровье. По определению Всемирной Организации Здоровоохранения, здоровье – это не только отсутствие болезней или каких-то его диагнозов. Это состояние полного психического, физического, социального благополучия и духовного благополучия организма, которое позволяет ему нормально функционировать. Репродуктивное здоровье – это практически то же самое, только то, что касается именно репродуктивной сферы, то есть способность организма воспроизводить своё потомство. На самом деле, вы правильно подметили, что в последнее время частота случаев бесплодия в значительной степени растёт. Это связано и с большей выявляемостью в последнее время, в последние года. Это связано с тем, что медицина развивается, развивается лабораторная диагностика, инструментальная диагностика. В России проводятся масштабные такие вот серьёзные мероприятия в виде диспансеризации, профилактических осмотров. В этом году стартовал огромный такой серьёзный проект по диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья наших жителей. Именно поэтому, к нашему сожалению, как и специалистов, частота выявляемости случаев бесплодия в семейных парах или просто у мужчин и у женщин, она, конечно, растёт. С чем это связано? Вообще, состояние фертильного здоровья, то есть здоровья репродуктивной системы, на самом деле, оно связано со многими факторами. Это не только физическое здоровье. Это и генетика, как вы сказали. Это и социальные факторы. То есть, та среда обитания, в которой проживает субъект, это его, скажем так, социальный статус, это его привычки, и вредные в том числе привычки. Это характер его питания. Это отсутствие или, наоборот, наличие занятий физической культурой. Здесь много факторов, и каждый потихонечку, понемножечку вносит свой вклад именно в репродуктивное здоровье. То есть, в целом, получается, что нет ни одного какого-то фактора, который не влияет именно на репродуктивное здоровье. Как и в целом на здоровье, да? Конечно, совершенно верно. Эдвард Олегович, а вот всё-таки бесплодие, да, это диагноз такой достаточно серьёзный, на основании чего он может поставиться, да? Какие методы диагностики используются? И вот кто чаще всё-таки, это мужчина или женщина, на ваш взгляд? Вообще, бесплодие – это медицинский диагноз, который ставится тогда, когда при наличии регулярной половой жизни в течение года не наступает беременность в супружеской паре или просто в партнёрской паре. В настоящее время, ну, к сожалению, опять же, к моему большому сожалению, как главного специалиста по гинекологии, всё-таки частота женского бесплодия, она немножко превалирует над мужским бесплодием. Но в последнее время, опять же, с учётом всех проводимых мероприятий, частота развития мужского бесплодия достигает уже порядка 40%. То есть, практически сравнялись мужские и женские случаи бесплодия. Какие чаще всего причины? Ну, это чаще всего воспалительные, хронические воспалительные заболевания органов малого таза у женщин. Это невыявленные, вовремя невылеченные инфекции, которые передаются половым путём. Это нарушения менструальной функции. В редких, крайне редких случаях это аномалии развития, которые тоже в своё время не были выявлены. То есть, это мы сейчас уже с вами перечисляем, те причины, по которым женщины обращаются чаще всего к гинекологу. Ну, вообще, с чем действительно они обращаются? И как подготовиться нужно к приёму гинеколога? Нужно ли готовиться, чтобы действительно приём прошёл так полноценно? Ну, понятно, что женщина должна какие-то жалобы предъявлять на здоровье, да, или какие-то там изменить состояния, да, то есть, должна быть открытой абсолютно перед врачом, получается. Если посмотреть на статистику, которую нам показывают наши надзорные органы, в прошлом году наибольшая частота обращения женщин в женские консультации, в поликлинике к врачу-акушерогинекологу, это были случаи хронических острых воспалительных заболеваний. Чем это проявляется у женщин? Ну, ещё и более низу живота. Это нарушение менструального цикла, это патологические выделения из половых путей. Как подготовиться к приёму акушерогинеколога? Акушерогинеколога, ну, прежде всего, нужно настроиться. Настроиться на то, что... Просто прийти. Просто прийти, совершенно верно. Настроиться на то, что врач-акушерогинеколог – это не враг. Это друг, это человек, который поможет вам справиться с вашим недугом. Вот особой какой-то подготовки здесь нет. Нужно просто взять, завести амбулаторную карту, обратиться в участковую поликлинику, соответственно, и в нужный момент, в нужное время прийти в кабинет врача-акушерогинеколога. Евгений Олегович, а есть какие-то заболевания, которые действительно, на ваш взгляд, как специалисты, действительно как-то помолодели, как говорится, и действительно сейчас риск их... Ну, вы понимаете, о чём я говорю, да? Это онкология, то есть вот насколько вот это сейчас выходит тоже на какой-то уровень? Ну, помолодели, опять же, воспалительные заболевания. Острые воспалительные заболевания. Да, по итогам проведённого аудита к нам в 2023 году, в прошлом году приезжал аудит. Из Национального медицинско-исследовательского центра именно Академика Кулакова. И они запрашивали наши статистические данные, и они обратили внимание на то, что у нас в значительной степени в Ульяновской области увеличился рост, увеличилась тенденция к росту выявления хронических воспалительных заболеваний у девочек и подростков. То есть методиагностики какие-то тоже современные используются в этом? Ну, здесь опять же, скажем так, активная работа первичного звена, активная пропаганда здорового образа жизни. В Ульяновской области проводятся выездные мероприятия в районы. В каждые две недели проводится выездная поликлиника. Мы, как главные специалисты, посещаем районы города. Мы проводим тематические недели. Вот сейчас вообще целый год идёт в пропаганде здорового образа жизни и семьи, год семьи, да, в России объявлены президентом. И, в общем-то, поэтому всё это нам позволяет выявлять эти заболевания, ну, гораздо чаще. То есть тема уже такая назревшая, да, действительно. Эдуард Олегович, а вот женщина, там, чек-лист, да, вот 20+, 30+, 40+, 50+, что туда входит для такого минимального какого-то диагностического минимума, да? И действительно, вот диспансеризация, насколько она помогает выявлять вот те заболевания, о которых мы сейчас говорим? Ну, скажем так, перечень обследований, которые должна проходить женщина, он мало чем отличается в зависимости от возраста. Единственное, есть определённые, ну, скажем так, градации по возрасту в плане кратности обследования. Мы вообще, как специалисты, рекомендуем каждой женщине посещать врача-акушерогинеколога раз в год. Вот, а так вообще регламентированный минимальный объём обследований с 20 лет, это мазок на онкоцитологии, то есть на атипические клетки, это забор мазка на степень частоты, это осмотр врача-акушерогинеколога. Мы обычно рекомендуем ещё, как специалисты, непосредственно уже на приёме, всё-таки проводить УЗИ органов малого таза. Женщинам старше 40 лет проводится маммография раз в два года до 75 лет, и женщинам старше 30 лет, плюсом к обследованию на онкоцитологии добавляется ещё исследование на вирус папиллома человека. Эдуард Олегович, а вот сейчас не секрет, что сейчас уже как бы возраст вступления в брак, он тоже так отодвинулся, да, сейчас уже после 35 лет, как бы, да, это уже норма считается. И женщины рожают намного позже, да, ну, тоже этот возраст сместился. Вот, как вы считаете, когда всё-таки первая беременность, чтобы она, ну, в каком возрасте она всё-таки более такая физиологическая, да, и сколько, какой промежуток времени должен быть проходить по-хорошему, да, вот по врачебным таким меркам между беременностями, чтобы женщина могла отдохнуть, как бы, да, и... Мы в последнее время, ну, не только мы, а вообще весь мир, всё мировое сообщество, европейские страны, американские коллеги, транслёры, то, что средний возраст первобеременной женщины, первобеременной, подчёркиваю, не перворожавшая, а первобеременная, в России, вот, по итогам последних двух лет, 26 лет составляет. Средний возраст вступления брака в европейских странах 36 лет. Современной женщине не торопится выходить замуж и рожать детей. Современной женщине нужна карьера, бытовые условия. Ну, сейчас время такой урбанизации, карьера, всё это. Да, ну, в принципе, наверное, так же, как и мужчинам, да, то есть сначала нужно пожить для себя, отдохнуть, сделать карьеру, а уже дальше когда-нибудь попозже рожать детей на четвёртом десятке жизни, но, к сожалению, иногда бывает уже поздно, потому что за плечами большой жизненный опыт, в кавычках, да, если можно так сказать, и соответствующие букеты порой бывают хронических заболеваний, недолеченных заболеваний или впервые выявленных заболеваний. И самое главное, бывает, что запущенность уже даже, как и случайно. Да, иногда бывает просто даже поздно. Средний возраст, рекомендуемый возраст врачами-акушерно-инкологами наступление первой беременности до 25 лет. До 25 лет считается, что организм женский уже максимально готов к наступлению беременности, сформирован, созрел, и ещё не имеет каких-то вот заболеваний, которые могут помешать развитию нормальной беременности. – Эдуард Олегович, ну вот ещё такой вопрос по оральной контрацепции, да? Вот сейчас, конечно, не секрет, что и сами себе назначают, и сами применяют, и свои схемы какие-то, бывает такое, да? Вот насколько безопасно вот такое? И есть же разные мифы, да, влияние этих оральных контрацептивов на женский организм. Давайте вот об этом немножко поговорим. – Современные препараты для оральной контрацепции, они не мешают, скажем так, функционированию репродуктивной системы женщин после их отмены. С одной стороны. С другой стороны, если вот сейчас, опять же, как вот вы правильно говорите, миф о том, что эти препараты могут вызывать рак. Нет, это на самом деле миф, это сказка. В любой инструкции по применению этих таблеток. – Даже наоборот. – Мнение экспертов, да. Они совпадают с мнением тех научных сотрудников, которые эти препараты выпускают на рынок, которые проводят исследования. Говорится о том, что приём комбинированных оральных контрацептивов защищает женщину от развития рака молочной железы в будущем. Всё тоже, в принципе, касается и рака эндометрия, и рака яичников. Современные препараты производятся на основе натуральных эстрогенов. Они практически идентичны тем, которые у женщины в организме присутствуют. Соответственно, они являются наиболее безопасными. Есть некоторые риски приёма этих препаратов. Если женщина особенно плюсом к приёму препаратов курит, если у женщины есть лишний вес, если у женщины есть повышенное артериальное давление, то у неё возрастают риски тромбозов. Вот на этот фактор, конечно, стоит обращать внимание. Именно поэтому всё-таки перед применением таких препаратов, особенно на длительные курсы, необходимо всё-таки проконсультироваться со специалистом, пройти обследование, сдать кровь на свёртывающую систему, проанализировать, сдать коагулограммы, общие анализы крови, сделать УЗИ сосудов нижней конечности. В общем, пройти такой минимальный, обязательный путь обследования и дальше уже спокойно принимать эти таблетки. Эдвард Олегович, я хочу ещё, чтобы мы с вами акцентировали для наших зрителей, именно вопрос о диспансеризации, насколько они помогают выявлять хронические воспалительные заболевания, может быть, даже онкологию на ранних стадиях и так далее. Мы уже об этом сейчас говорили. Понятно, что смотровой кабинет, гинеколог, мазок – это всё входит уже в объём диспансеризации, как и маммография, кстати, тоже. Давайте об этом скажем, насколько это важный аспект в нашей деятельности медицинской. Давайте тогда начнём с того, с чего мы начали нашу беседу сегодня с вами. В обязательный объём диспансеризации входит обследование не только мазок на степень частоты или на онкоцитологию, а входит ещё обследование на 4 инфекции. Две из них передаются половым путём. Если у женщины выявляется какое-то заболевание, то по итогам завершения первого этапа, который включает в себя такой минимум обследования, то есть мазок, осмотр врача, акушерогинеколога – 4 инфекции, женщина переходит на второй этап диспансеризации, и дальше уже, соответственно, и с выявленным патологическим состоянием она проходит более углубленное обследование. Ей проводится УЗИ молочных желёз, если требуется, проводится маммография, и проводится дальнейшее обследование по выявлению сопутствующих патологических состояний. Поэтому, естественно, мы очень и очень призываем всех женщин и девушек, а диспансеризация начинается с 18 лет, именно поэтому она и называется по оценке репродуктивного здоровья, потому что репродуктивным считается возраст женщины с 18 до 49 лет. Именно поэтому сейчас правительство Российской Федерации такое большое и очень пристальное внимание этому деляет. И министр здравоохранения на еженедельной основе и мониторит эту ситуацию по всем регионам. Поэтому, пользуясь случаем, всех женщин призываю пройти диспансеризацию. Всё это проводится абсолютно бесплатно, в нормальной, дружелюбной атмосфере. В объём этих процедур входит обследование, которое, в принципе, вот так просто пройти более сложно, скажем так. Тогда требуется очередь занимать и всё остальное. А здесь, пожалуйста, пришли в одном кабинете, у одного врача, всё, прошли полное обследование. Ну и потом, и по времени это занимает совершенно небольшой промежуток времени, потому что, на самом деле, сама диспансеризация вся в целом 30-40 минут проходит. Ну, в общем, да. Поэтому и сейчас везде есть кабинеты и отделения медицинской профилактики, центры здоровья, и врачебный кабинет помогает в этом плане. То есть никакой, правильно вы говорите, ни очерёдности, ни какой-то там специальной записи не нужно делать. Просто прийти и действительно на своё здоровье обратить внимание. Я даже, прошу прощения, добавлю немножко. В некоторых женских консультациях, не во всех, но во многих, особенно в крупных, выделен даже отдельный кабинет для проведения диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья. Он работает в две смены. В нескольких женских консультациях этот кабинет работает и в субботу. То есть можно прийти, правильно говорить, в любой день, и пройти всё на одном месте буквально за 30-40 минут. – Доктор Олегович, как Вы относитесь к теме прерывания беременности, аборта? То есть я понимаю, что, конечно, всё индивидуально, абсолютно индивидуально. Бывает и по медицинским показаниям это происходит, и бывает по каким-то клиническим параметрам. Но всё-таки в целом, да, и расскажите, может быть, много ли зависит от врача, именно при диалоге с пациенткой, может быть, чтобы она приняла решение всё-таки оставить беременность, родить ребёнка. Были в Вашей практике такие случаи, где действительно Вам удалось убедить женщину действительно поступить правильно? – Вообще я к абортам, наверное, как любой человек, тем более я врач-гинеколог, отношусь, конечно, крайне отрицательно. Во-первых, это очень вредно для женского организма, особенно хирургический аборт, особенно аборт, который проводится на больших сроках, беременности, больше 7 недель беременности. Любой аборт всегда вызывает осложнения, даже если они клинически не проявляются сразу после проведения манипуляции. В любом случае пациентку ждут хронические воспалительные процессы, нарушение цикла в будущем и проблемы с последующими беременностями. По статистике, если женщина проводит в своей жизни один аборт, то частота осложнений следующей беременности у неё будет где-то порядка 20%. Если два аборта, то это уже 35%. Если три и больше абортов, то практически в 100% случаев у женщины будут проблемы с последующими беременностями. Проблемы, я имею в виду, медицинского характера. Как проводится профилактика по проведению абортов? В нашей области у нас работают центры медико-психологической поддержки женщин. У нас практически в каждой женской консультации есть кабинеты медико-психологической поддержки женщин. Сейчас проводится анкетирование. В прошлом году был запущен этот пилотный проект. В мае месяце на несколько регионов. Потом он был транслирован уже на всю Россию. Сейчас в обязательном порядке в кабинете акушера-гинеколога. Каждая женщина, которая приходит с желанием провести аборт, проходит специальное анкетирование. Ей задаются вопросы по причинам. По каким причинам она хочет сделать аборт? Это могут быть и социальные условия, и финансовые какие-то сложности, и медицинские, в конце концов. И, в общем-то, опять же, если обратиться к цифрам статистики прошлого года, то из 700 женщин, которые обратились с желанием сделать аборт, 80 с лишним отказались от абортов. Это очень хороший показатель. Мы в этом плане гордимся нашими центрами, нашими специалистами, психологами, социальными работниками. Это именно у нас в Лианской области? Да, это я говорю про Лианскую область. Процент отказов от абортов у нас очень-очень хороший. Хорошо. Эдвард Олегович, возвращаясь к теме беременности, сохранения беременности, рождения ребенка, не секрет, что бывают такие случаи, когда даже медики говорят, что даже когда-то давно, 10-летие назад, еще, например, женщины говорили, что в данном случае невозможно забеременеть, невозможно родить. Были такие случаи. А сейчас 21-й, уже современный мир. Сейчас есть такие случаи, когда действительно раньше даже прогнозировали прогноз плохой, а сейчас это все настолько поправимо, настолько все лечится, восстанавливается. Вот такие случаи есть в практике? Конечно, есть. Таких случаев из года в год становится все больше и больше. Здесь можно, знаете, в качестве примера привести случаи рождения детей от пациенток с раковыми заболеваниями. То, что касается вспомогательных и репродуктивных технологий, то таких женщин практически, наверное, нет. Я не знаю, процент очень и очень минимален. Таких женщин, которым на самом деле сложно помочь. В любом случае, даже если женщина не имеет супруга, она имеет право родить ребенка, вспомогательные и репродуктивные технологии здесь помощь. Если у женщины тяжелые хронические заболевания, мы периодически смотрим репортажи из наших федеральных центров и Блохина, и Кулакова, в которых женщины с запущенными стадиями рака и головного мозга, и с трансплантацией сердца, и с трансплантацией печени, после трансплантации печени рожали здоровых детей. То есть федеральные клиники и наши региональные клиники в плане развития ВРТ, они в значительной степени шагнули вперед. И медицина продолжает развиваться. И мы сейчас, наверное, даже не имеем права говорить женщине, что она никогда не родит. Нет. Любая женщина имеет право на помощь, на медицинскую помощь, для того, чтобы был успех в рождении ребенка. Эдуард Олегович, а вот все-таки репродуктивный статус, насколько важно его знать, и что туда входит, и какие методики обследования, диагностики, они действительно позволяют человеку, женщине, знать свой репродуктивный статус? Ну, скажем так, репродуктивный потенциал, наверное, даже лучше сказать. Ну и пусть потенциал даже, да. Это, в общем-то, такая комплексная оценка состояния женского организма, говорим о женщинах сейчас. Комплексная оценка, которая включает в себя выявление и своевременное излечение хронических заболеваний. То есть воспалительных, то, что мы говорим о том. В том числе и воспалительных, и инфекционных заболеваний. Это санация очагов хронической инфекции. Ведь женский организм – это не только малый таз, да, это не только матка и придатки матки. Это и сердце, и почки, и легкие, и печень, и щитовидная железа. То есть хронические инфекционные заболевания тоже надо? Конечно, конечно. Это своевременность обращения к акушерогинекологу. Это своевременность проведения профилактических медицинских осмотров. То есть это такое состояние, для того, чтобы женщина была потенциально репродуктивна, чтобы она имела возможность родить здорового ребенка, конечно, она должна наблюдаться регулярно. То, о чем мы говорим постоянно. Дмитрий Олегович, ну, хорошее самочувствие, да, это не всегда еще говорит о хорошем здоровье, правильно? Поэтому вот на что женщине все-таки нужно обращать внимание, ну, девушке, женщине, да, с чем она должна все-таки, вот на что она должна обращать внимание, и как она может сама даже вот заботиться о своем здоровье, что для этого нужно делать, вот давайте об этом тоже скажем. Ну, прежде всего, женщина должна следить за характером, количеством и, скажем так, кратностью менструального цена. Он должен быть, естественно, регулярным. Это каждая женщина может, в принципе. Это женщина может сделать самостоятельно, завести календарь, сейчас куча онлайн-приложений, пожалуйста. Если где-то какие-то перебои, конечно, лучше проконсультироваться с врачом. Это обязательно проведение раз в год ультурозвукового исследования органов малого таза с оценкой фолликулярного аппарата. Да, аппарата. С оценкой состояния эндометрия. Это обязательно мазок на степень частоты. По возможности, конечно, мазок на бактериологическое исследование из циррекального канала. Это состояние молочных желез. Опять же, онлайн-тренинги по исследованию молочных желез дома, в домашних условиях. На самостоятельной пальпации, то есть она может тоже... Конечно. Это характер количества выделений из половых путей. Каждая женщина может заметить, что что-то не так. Естественно, что если появляются какие-то беспокоящие ее моменты, она должна немедленно обратиться к врачу. Понятно. Ну и уже по традиции, Эдуард Олегович, какие-то такие добрые пожелания нашим телезрительницам, нашим женщинам и в плане репродуктивного здоровья, и в плане репродуктивного потенциала тоже, как от специалиста-гинеколога? Нашим жительницам Ульяновской области, девушкам и женщинам я желаю быть к себе более внимательными, быть более ответственными к своему здоровью, не затягиваться рождением детей. Ведь бытовые условия, карьера, финансовые блага, это все придет и с детьми. Поэтому не затягивайте с беременностью, обращайтесь к акушерогинекологу, рожайте здоровых детей. Всем здоровья. Спасибо, Эдуард Олегович, очень такой хороший продуктивный у нас разговор получился. Ну что ж, я всем желаю здоровья, удачи, успехов, до новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Субтитры создавал DimaTorzok